Область знаний Лекция на Радио Звезда Электричество и магнетизм Рассказывает заведующий кафедрой теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов Область знаний Я расскажу про то, фактически, как создавалась теория Максвелла И, на самом деле, та теория, которая описывает практически подавляющее большинство явлений окружающего нас мира В частности, благодаря этой теории мы понимаем, почему мы видим предметы и так далее И как мы видим предметы Началось все, понятное дело, что люди знали какие-то, да и с древности, наверное Вот явления магнитные Ну, наверное, магнитные были раньше явления Да, вот магнит это то, что там какие-то камни друг к другу как-то странно притягивались Люди это видели Другое дело, что это было для них удивительно Что вроде бы никакого, опять же, непосредственного воздействия друг на друга нет Тем не менее, они притягиваются или отталкиваются Это было одно явление, которое наблюдалось А другое явление, которое наблюдалось, это вот с палочкой эбонитовой Если потереть ее волосы, то какие-то там заряды возникают Это электрическое уже явление И долгое время интуитивно некоторым людям казалось, что эти два явления должны быть связаны Но это уже более позднее, от начала XIX века А, возможно, кому-то и раньше Я исторически даже не все детали знаю Интуитивно было понятно, что эти явления должны как-то быть связаны друг с другом Но никаких доказательств этому факту не было Что электрические явления и магнитные явления связаны К началу XIX века уже существовали эти гальмонические элементы, батарейка То есть, уже умели делать батарейку ко времени ампера А также знали про магнитные явления Ампера, надо понимать, он, насколько я знаю, был самоучкой При этом даже еще и математиком То есть, он не был физиком Тем не менее, он был членом Академии во Франции И преподавал, если не ошибаюсь, в Эколе Политехники Преподавал математику То есть, он был уже на тот момент состоявшимся ученым математиком А тут возник вопрос про связь между магнитными и электрическими явлениями И вот он там в течение какого-то очень короткого промежутка времени Сделал вот эти работы, которые просто перевернули мир Что вот есть взаимосвязь Дергается магнитная стрелка Дергается при прохождении Не просто при прохождении, а при включении электрического тока То есть, так оказалось, что была электрическая цепь Сделана с использованием гливанического элемента И рядом компас И кто-то, я так понимаю, из студентов Заметил, что в момент включения электрической цепи Стрелка дергается Ампер, конечно, исследовал это явление В зависимости от расстояния Как там, я не знаю, силы тока И так далее От многих разных параметров исследовал это явление Также это, насколько я понимаю Этот Фарадей открыл явление Что магнит двигающийся создает электрический ток И так далее Это вот все происходило приблизительно В первой половине XIX века Фарадей, кстати, тоже был самоучка Насколько я знаю То есть, гениальный самоучка Как и Ампер В то время можно было делать фундаментальнейшие открытия Практически ничего не зная А только подмечая Но вот важно было, что не просто он увидел что-то А вот, значит, после этого достаточно основательно Исследовал это явление С разных точек зрения Мерил, как далеко должна там стрелка Компаса находиться Чтобы влияние на неё оказывалось И насколько оно сильно оказывается В зависимости от положения В каком направлении сила действует Там в какой-то момент все же верили, что как у Ньютона Сила действует по направлению прямой Соединяющей два объекта А тут получалось, что сила действует не так у Ампера Она действует под углом к направлению Между током и магнитом Потом было открыто взаимодействие между двумя токами И так далее Значит, вот этот вот весь круг явлений Он был описан во многом при помощи экспериментов И словесно А математического аппарата, описывающего его, не было Этот математический аппарат А также основу, которая вот лежала в основе этих теорий Было придумано во времена Максвелла и далее Я сейчас расскажу и про других учёных Которые участвовали в этом В XIX веке давлел механистический подход Считалось, что в основе всего какие-то механистические явления Ну, то есть, например, Максвелл хотел описывать все электрические явления При помощи каких-то там шестерёнок Вот, грубо говоря, наш мир состоит из очень маленьких шестерёнок Которые друг с другом как-то там зацепляются И вот эти вот движения этих шестерёнок, они друг к другу как-то влияют друг на друга И вращаются И вот это вот создаёт электрические поля Вот эти вот между объектами И воздействие электрических полей Вот он, несколько сотен страниц Насколько я понимаю, 600 страниц Книга на эту тему посвящённая И вот там вот это вот механистическое описание А вся суть его теории заключается в нескольких уравнениях Которые известны сейчас как уравнения Максвелла И они составляют маленькую толику этого всего труда То есть, вот они как бы в истории науки и остались А вот эта вот идея о том, что там какие-то шестерёночки и так далее Оно так вот скануло в лету Значит, это вот примечательно Что, значит, всё, что он написал при помощи формул, чисел Осталось А всё, что он как бы вот Какую-то подоплёк философскую и так далее Описательную Всё, оно как бы рассосалось Что интересно, что он, Максвелл, использовал Мало того, что шестерёночки Математический аппарат он использовал достаточно тяжеловесный Чтобы описать свои уравнения Не было тогда хорошо разработанного аппарата Он был разработан позже Кто в этом участвовал, тоже отдельный разговор Сейчас до этого дойдём Но его уравнения выглядели очень громоздко С ним было очень тяжело работать с этими уравнениями Что-то в них посчитать и так далее Как-то предсказать Курьёзным моментом является следующее Что, независимо от Максвела Насколько я понимаю, в пределах одного или двух лет Эту же теорию разработал некто Лоренц По-русски звучит так же, как и знаменитый голландец Лоренц Который жил позже Значительно Ну, в смысле, работал Значительно позже, чем эти люди Тот Лоренц по-английски пишется Лоренд Окончание НЗ И он датчанин А знаменитый Лоренц Окончание у него НТЗ И он голландец Значит, и все Вот даже учёные До сих пор Многие, не зная этой истории Путают одного Лоренца с другим Потому что есть такие понятия физики Которые носят имя того Лоренца Неизвестного Который независимо от Максвела Придумал эту теорию Чуть-чуть позже То есть, этот датчанин Лоренц Придумал такую же теорию Как Максвелл Разработал для описания Электрических электромагнитных явлений Фактически в рамках этой теории Электромагнитные явления Были математически объединены В единое целое Вот появилась это не электрическая Отдельная электрическая теория И магнитная А теоретическая электромагнитная теория Ну, экспериментально они были показаны Раньше, за несколько десятилетий Ну, в течение нескольких десятилетий Вплоть до Максвела Электричество и магнетизм Область знаний Что очень важно, что в рамках теории Максвелла Максвелл предсказал электромагнитные волны И вот это всё вкупе задело некоторых людей Вот, в частности, одним из тех, кого это зацепило Был такой Хевисайт Британский инженер, скорее, чем учёный Физик Хотя достижения его в науке Значительно превосходят многих известных учёных-физиков И, опять же, он был фактически самоучкой Удивительным образом Так как подходил к работе с уравнениями Максвелла Кустарна с точки зрения учёных того времени То испытывал колоссальные проблемы при попытках опубликовать Свои труды Это, кстати, в помощь опровергателям всяких великих теорий Звучит Но, тем не менее, надо отдать должное Что человек увидел книгу Максвелла Купил её, разобрался в этой теории Сформулировал эти уравнения в более компактной и удобоваримой форме И нашёл множество решений этих уравнений Вплоть до того, что предсказал даже излучение Черенкова-Вавилова Ну, можно так сказать, лет до, сколько там, 50 до них Это всё происходило в 870-е годы Даже больше, чем 50 лет Я не знаю уж, когда предсказание излучения Конкретно предсказание излучения Черенкова-Вавилова Потому что Хевисайд дожил до XX века Он нашёл разные решения Публиковал, пытался публиковать Его статьи отражались Он очень переживал на эту тему Но в конце жизни пришло признание В частности, он разработал так называемое телеграфное уравнение Была мысль, он придумал, как передавать сигналы по проводам На очень большие расстояния, чтобы они не затухали То есть, до него телеграфное уравнение Ну, я уж не знаю, оно как называлось Прямо так, телеграфным или нет Было разработано Томпсоном Известнейшим учёным До сих пор, я думаю, в широких массах Имя Томпсон значительно более известно, чем имя Хевисайда Среди учёных даже Мало кто знает заслуг Хевисайда Хевисайд разработал уравнение В частности, предлагал добавлять некоторые элементы в радиосхемы Сейчас не буду говорить, какие Но важно следующее Ему в качестве контраргументов говорили Ну, ты какие-то фактически на дороге Пытаешься ставить этих полицейских лежачих Что замедляет должно движение И ухудшать движение Как оказалось, он оказался прав Его телеграфное уравнение лучше описывало И позволяло передавать сигналы Ну, в смысле, схема, которую он предлагал Позволяла передавать сигналы на большие расстояния На значительно большие Фактически на сколько угодно Большие То есть, реже ставить ретрансляторы, усилители и так далее Ну, и, соответственно, это со временем было признано Что он обошел даже такого всемирно известного ученого Как Томпсон И предложил свою схему, которая сработала Но это уже под конец его жизни произошло признание Электричество и магнетизм Помимо этого, значит, я упомянул Что уравнения Максвелла предсказывали Существование электромагнитных волн Эти электромагнитные волны были открыты Герцем Где-то, если не ошибаюсь, под самый конец Уже ближе к концу XIX века Он как бы передал, грубо говоря, разряд То есть, запустил разряд На каком-то расстоянии произошел разряд, как отклик Передачи электромагнитных волн Что интересно, когда электромагнитные волны были открыты Даже Герц не верил, что они могут быть использованы Для передачи сигналов По причине того, что частота электромагнитных волн Очень высокая Значительно выше, чем частота звука То есть, мы не сможем передавать сигнал и говорить Таким вот образом Тем не менее, достаточно скоро люди догадались Что можно использовать модуляции То есть, грубо говоря, у вас есть несущая частота Электромагнитного сигнала А вы можете модулировать амплитуду или частоту То есть, грубо говоря, менять частоту или амплитуду То есть, есть частотная Радиостанция работает на амплитудной модуляции AM И частотной модуляции FM Frequency Modulation Как бы голос накладывается на электромагнитный сигнал И его слегка искажает Вот это называется модуляцией И вот так мы передаем наш разговор В частности, моя речь по этой причине слышна Вот с этого началось радио Это, безусловно, сильно увеличивало возможности По причине того, что вам не нужно было уже прокладывать провода Для телеграфа-то нужны были провода Сейчас уже никто и не помнит про телеграфное уравнение И про телеграф именно по причине того, что это уже какой-то анахронизм По проводам передавать сигналы По радио надо передавать Значит, скоро уже, наверное, и обычные телефоны не будут помнить Как устроены, которые тоже по проводам сигналы передают Все уже мобильными пользуются Ну, открытие, как известно, радио было сделано Поповым В Петербурге известно место Где он первую передачу радиосигнала осуществил Распиарил на современном языке эту всю идею Ну, я не знаю, возможно, независимо А может быть, и зная о результатах Попова Я, кстати, не исследовал этот вопрос Сделал Маркони Ну, и Маркони причисляется заслуга во всем мире Хотя он это сделал позже Но тут важен для них Для научного сообщества важен импакт Как бы мы к этому ни относились Я-то не очень хорошо отношусь Но кто-то считает, что это очень важно Что вот распиарил среди широких масс И ввёл это во всеобщий обиход Поэтому прерогатива принадлежит Маркони Реально первым, кто сигнал передал Был Попов Вот, значит, и это Лежит в основе нашей цивилизации Мы этим пользуемся повсеместно Благодаря теории Максвелла Мы понимаем устройство ламп Как сделать схемы в наших зданиях электрические Это как сделать радиоприёмники Радиопередатчики Телевизор, телефон и так далее Это всё вот И электромагнитной волной также является И свет, который мы видим Соответственно, он попадает нам в глаз Будучи рассеянным А разные объекты, так мы их видим Соответственно, вот мы понимаем устройство Того, что нас окружает Благодаря этой теории Максвелла Электричества и магнетизма Вот как это всё было Изначально, понятное дело Когда Максвелл придумал свою теорию Даже никто и не мог помыслить о том Что она когда-то найдёт практическое применение А сейчас без неё вообще Помыслить невозможно Жизнь Рассказывал заведующий кафедрой Теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов Область знаний Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова